С тревогой ждут зимы и жители дома один по улице Евтысова. На чердаке дома гуляет ветер, крыша протекает, текут и септики. А взгоревшие два года назад половине дома обосновались бомжи и подростки. Дом признан аварийным и подлежащим сносу, но расселять жильцов пока не торопятся. Дом наш сожгли, я была в отпуске, все пострадало. Спасибо людям, помогли что-то вынести. Восемь квартир, два подъезда, десятки людей без собственной крыши над головой. Таковы последствия пожара, который произошел два года назад по вине управляющей компанией ООО «Служба заказчика». Короткое замыкание оставило без собственного угла половину жильцов дома один по улице Евтысова. Мы делали все своими руками. Это все дом под этот подъезд. Авиастрой к нам перестроился просто. У нас получился 16-ти квартирный дом. Этот дом вообще нам никто, никто нам квартиры не давал. Мы делали все своими руками. И сейчас вообще без всего остались. Погорельцам предоставили временное жилье в маневренном фонде, но не всем. У Валентины Артеевой сгорела трехкомнатная квартира. В мэрии женщине предложили переехать в малогабаритную двушку, да еще и с неизвестной женщиной по соседству. Меня никуда не переселили. У нас все, мне все говорили, что Валентина Алексеевна, ваша семья на контроле. До сих пор на контроле мы стоим. Вы сейчас, получается, здесь проживаете? Мы в этом доме не проживаем. Мы живем сейчас у сына. А, то есть вам никакого жилья не предоставили? Нам ничего не предоставили, да. Ну, обязаны должны были предоставить. Ну, должны были. Нам предоставляли, конечно. Нам предоставляли с подселением в двухкомнатной малогабаритке. С посторонней женщиной. Мы с мужем живем. Мы отказались от такого жилья. Ну, а для тех, кто остался в злополучном доме, жизнь превратилась в страшный сон. Это чердак четвертого подъезда. Вы видите здесь обгоревшие несущие перекрытия, хотя пожар был в первом и втором подъездах. Жильцы этого дома боятся, что зимой крыша может провалиться от того количества снега, которое скапливается на ней. Ну, а летом и осенью от дождя жильцы Ифтысов-1 спасаются вот таким нехитрым способом. Вода скапливается в это корыто, потом они его выливают. Ну, и так постоянно. По чердаку постоянно гуляет ветер. Крышу коммунальщики не утеплили. Кроме того, постоянными посетителями Ифтысов-1 стали крысы, мыши, собаки, бомжи и неблагополучные подростки. Тут бомжи ходят, дети бегают. Мы лично сами их гоняли. Все время открывают. Да, у нас заколочено там. И вот улетела Алексея на первой квартире, на первом этаже. И там постоянно все время срывают и снова залезают. Залезают. Уже на первом этаже вот квартира моя. Да, там вообще все творят. Там и гадят, и шприцы валяются, и все-все на свете. Там очень страшно в квартирах. Ложим спать, не знаю, проснемся мы утром или нет. Ну, а в сгоревшей части дома особо предприимчивые товарищи уже поснимали окна, вынесли двери и сантехнику. Позвонила вот соседка с того дома, она пошла кота искать. Снимали батареи, мы приехали, она их поймали. Мы потом нашлись в милиции. Батареи были вывезены, потом обратно привезены. Еще одной бедой жильцов стало бездействие коммунальщиков в части ремонта и чистки септиков. Неоднократные обращения в диспетчерскую службу управляющей компанией по КТС ситуацию не меняют. Нечистоты периодически всплывают то у подъезда в дома, а то и вовсе в квартирах на первом этаже. Самое интересное, что дом признан аварийным и подлежащим сносу. В мэрии об этом прекрасно знают. Но о переселении почему-то молчат. Результатов каких-то подвижек со стороны городской администрации положительных в решении вопроса по расселению, по каким-то нет? Сколько раз вы обращались уже туда? В городскую именно. Вы знаете, вот лучше вот к Валентины Алексеевны устно, еще давайте скажем письменно, не менее пяти раз письменно. А вот устно вот к Валентины Алексеевны еще. Ну, раза четыре-то мы, наверное, ходили. Но это еще независимо не в отношении того, что только к ней. Мы ведь ходили и к депутатам ходили, и в собрания депутатов мы ходили. И к заму прокурора были, и у представителя президента мы были везде. Обивание чиновничьих порогов, казалось бы, принесло результаты. В апреле департамент строительства ЖКХ и транспорта Ненинского округа выделил 95 квартир для реализации под программу переселения граждан из жилфонда, признанного непригодным для проживания и в связи с высоким уровнем износа. Распределением квартир нуждающимся занималась все та же мэрия. Но по мнению главы города Татьяны Федоровой, жители Евтысова-1 живут шикарно, а потому новое жилье предоставили более нуждающимся горожанам. К сожалению, домов у нас много, аварийных, ветхих, очень много обращаются. И наша боль, можно сказать, что из 220 мы получили только 95. Поэтому тут нельзя как-то разделять, что именно Евтысова-1, ну это моя позиция. Также в мэрии нам сообщили, что переселять жители Евтысова-1 собираются, только вот неизвестно когда. А пока жильцы продолжают жить с неприятными соседями.